Доллар США уверенно держится на высоких отметках, сохраняя лидерство к большинству крупных валют. Волатильность на рынках пониженная, так как трейдеры ждут прояснения ситуации вокруг американской торговой политики. Выступление Дональда Трампа в экономическом клубе Нью-Йорка может спровоцировать движение валютных пар. Доллар сегодня поднялся по всему спектру рынка. Тем не менее, активность покупателей американской валюты остается слабой. Индекс доллара начал вечернюю сессию на отметке 98,36, что недалеко от вчерашнего закрытия. В целом на рынках сохраняется благоприятное настроение, которое начиная с сегодняшнего дня может измениться. На этой неделе много событий связано с президентом США. Во время его выступления перед экономическим клубом Нью-Йорка трейдеры будут остро реагировать на любые намеки касательно позиций Вашингтона в отношении китайских коллег, особенно по таможенным пошлинам. В среду в Палате представителей пройдут первые слушания по делу об импичменте, которые продолжатся в пятницу. За ними будут следить не только миллионы жителей США, но и участники рынков. Дело в том, что политический курс Трампа на второй срок кардинально отличается от того, что предлагают демократы. Сегодняшняя речь Дональда Трампа о торговле может иметь решающее значение для европейской валюты. Рынок не верит, что США пойдут на обострение взаимоотношений со своим главным стратегическим партнером, поэтому отсрочка введения автомобильных пошлин в Европу рассматривается как наиболее вероятный сценарий. Стоит учесть, что большая часть этого позитива уже заложена в котировки. Тем не менее пара евро-доллар снижается. Давление на курс оказывает предстоящая публикация данных по росту ВВП Германии за третий квартал. Отчет, как ожидается, вновь обнажит отрицательную статистику. Канадский доллар несколько укрепился, но пара американский доллар против канадского продолжает торговаться выше отметки 1.32. Стоит отметить, что спред доходности между облигациями США и Канады сместился более чем на 15 базисных пунктов в пользу штатов. С точки зрения технического анализа, это одна из лучших пар для реализации роста американского аналога, особенно в случае агрессивного выступления Дональда Трампа. Самые большие потери против доллара США несет валюта Новой Зеландии. Шансы на снижение ставки на ближайшем заседании увеличены до 76%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова